Время – деньги. Сколько длится идеальный рабочий день и о чем плачут трудоголики? Это программа «Открытый разговор». Меня зовут Илона Волонец. Здравствуйте! Расчет с заработной платой – наука точная, но порой необъяснимая. Героиня нашего следующего сюжета эту высшую математику так и не освоила. Теплые сапоги, двое штанов, а вместо куртки сгодился б и тулуп. Но Жанна Владимировна не из мерзляков. Закалка уже профессиональная. В дождь или снег, мороз или слякоть – она на рабочем посту. Одеваешься теплым, уже не такие, уже красивые просто. Продукцию рыбхоза «Красная Слобода» каждый день ждут в различных городах Минской области. Поэтому загрузка машин в 6 утра, несколько часов пути и свежий карпик шелестит в пакетах покупателей. Но если довольные горожане вечером готовят вкусный ужин, то Жанну Владимировну еще ждет дорога домой. То есть рабочая смена может быть и 12, и 15 часов. И так 5 дней в неделю. Мы сдали приказ директор и подпись юриста, значит, застали нас подписать. Они нам говорят то, что дорога не ущет, вы можете в дороге поспать. Это вы отдыхаете. Сколько времени продавец и водитель проводят в пути и на торговой точке, проверить несложно. Служебный авто отслеживает GPS. Но начальство не то, что из космоса. В упор не видит переработки. Отдайте нам тогда. Ну или отгулы. Ну видите суммирующий учет рабочего времени. Мы понимаем, тяжелое положение, все кругом. Но мы тоже люди. Наверное, надо было бы находить какой-то компромисс руководству с простым рабочим. Искать компромисс руководство рыбхоза, очевидно, не торопится. В этой истории не только будем разбираться вместе с экспертами и сегодня у нас в студии. Финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей. Анатолий Гольдберг. И главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Кирилл Азаренко. Так как же помочь героине нашего сюжета? По факту человек работает 12, а то и 14 часов в сутки, а платит ему только за 8. На сегодняшний день мы предприняли ряд мер по защите ее трудовых прав. Мы написали две рекомендации нанимателю, одна была повторная. И думаю, в ближайшее время нашей героине выплатят подлежащие все денежные средства. Так дорога в и из командировки считается рабочим временем? В нашей ситуации она считается. Почему? Потому что это специфическая работа. Работник ежедневно осуществляет выездную торговлю. Если вообще говорить про командировки, какие здесь нюансы могут быть? Человек может и заболеть. Если человек заболел, и у него есть подтверждающие документы, листок нетрудоспособности, то в этом случае срок болезни и срок нетрудоспособности не входит в срок командировки, выполнение им служебного задания. Поэтому заработная плата во время болезни не сохраняется, но человеку выплачивается социальными органами его пособие по нетрудоспособности. А я напомню, что и вы, и телезрители, тоже можете присоединиться к нашему открытому разговору. Для этого достаточно взять свой мобильный телефон, снять видеовопрос, и наши эксперты ответят на него в студии. И сейчас я предлагаю посмотреть один из таких видеовопросов. Мы воспитываем троих детей в возрасте до 14 лет. Скажите, пожалуйста, могу ли рассчитывать на сокращенный рабочий день, либо на сокращенную рабочую неделю? Трудовым кодексом предусмотрено, что лица, имеющие детей до 16 лет, троих, и более имеют право на свободный от работы день в неделю оплачиваемый. Речь не идет о сокращенном рабочем дне, речь идет о дополнительном дне в неделю. Еще много вопросов возникает по поводу ненормированного рабочего дня. Что должен понимать человек, когда соглашается на такой график работы? Ненормированный рабочий день, если наниматель просит выйти работника на работу с этими условиями, то ему не нужно согласие самого работника, не нужно согласие профсоюзной организации. То есть на работу можно вызвать в любое время суток? В любое время суток. Единственное, что оно точно не подлежит компенсации по оплате, а подлежит компенсации дополнительного отпуска. Если наниматель привлекает работников к работе в выходной день, он говорит, у тебя ненормированный рабочий день, ты не имеешь мне права отказать. Это не так. Работа в выходной день и в праздничные дни и в государственные праздники не подпадает под понятие ненормированного рабочего дня. Работа в выходной день может производиться только лишь в согласии самого работника. Так есть и продолжительность у ненормированного рабочего дня? Моя позиция такая, что статью о ненормированном рабочем дне в трудовом кодексе желательно бы отменить, потому что она не носит справедливый характер. Компенсацию человек на самом деле получает в год 7 дополнительных дней к отпуску. Но, к примеру, в агропромышленном комплексе у нас переработка доходит до и 500 часов, и 600 часов в году. Поэтому тут нет справедливости. У нас есть еще один вопрос от наших телезрителей. Давайте посмотрим. Я часто задерживаюсь после работы часа на 2-3. Могу ли я на следующий день переходить позже? Если у него ненормированный рабочий день, он не имеет права прийти позже или взять отгул так называемый. Если сверхурочная это была работа, то, соответственно, он имеет право на свободный от работы день, либо оплату, доплату. Здесь добросовестность решает все. Если между нанимателем и подчиненным есть нормальные отношения, то конфликтов обычно не возникает. Помимо обеденного перерыва человек может отсутствовать на работе? Насколько я знаю, 3 часа отсутствия на работе не считается прогулом. Если работник будет отсутствовать на работе, то у нанимателя появляется право наказать его. Если он отсутствовал до 3-х часов, то может применить к нему замечание, либо выговор. В случае, если установят, что работник отсутствовал более 3-х часов, это будет подпадать под понятие «прогул». За прогул наниматель имеет право расторгнуть трудовые отношения по своей инициативе с этим работником. Расскажите, а подготовка к рабочему процессу считается рабочим временем? Вот, предположим, наши операторы. Прежде чем выехать на съемку, нужно проверить оборудование, подготовиться. Так вот, им нужно приходить на работу на 15 минут раньше? В трудовом кодексе говорится, что подготовка к рабочему времени, к своему рабочему месту и прибытие на работу не входит в рабочее время. Я считаю, что это их рабочее время. То есть функция их заключается в том, чтобы подготовиться к эфиру. Это большой объем работы. Именно к операторам я не согласен, что это не их рабочее время. И защищал бы ваших операторов в случае, если бы они обратились к нам. Как вы знаете, одним из первых Генри Форд на своем производстве ввел 8-часовой рабочий день. Причем, вроде бы, он это сделал из корыстных целей, не потому что заботился о своих работниках. Он сказал 8 часов трудиться, 8 часов отдыхать и 8 часов для себя. То есть он сутки распределил четко. И в это время для себя желательно, чтобы люди подумали о покупке нового автомобиля. История существования 8-часового рабочего дня нас считывает уже более 100 лет. Так что выходит, что идеальный рабочий день сколько длится? 8 часов? У нас сегодня, согласно законодательству, это 112-я статья Трудового кодекса и 43-я статья Конституции нашей страны, говорит о том, что полная норма рабочего времени должна быть не более 40 часов в неделю. Это закреплено Международной организацией труда. 40-часовая рабочая неделя, не более. Не совсем, наверное, уже актуально говорить о том, что 8-часовой рабочий день – это стандарт. Чем отличаются трудовые будни в разных странах мира? Давайте посмотрим в нашем следующем международном обзоре. В одной из американских IT-компаний провели любопытное исследование и выяснили, для эффективной работы после каждых 52 минут работы необходим 17-минутный перерыв. Самой трудолюбивой страной считают Китай. Здесь люди работают по 10 часов 6 дней в неделю. На втором месте Индия, где люди трудятся также 6 дней в неделю, но по 8 часов в день. Чтобы экономика стала производительнее, в одних государствах трудятся в поте лица, а в других думают над тем, как работать меньше, но эффективнее. Например, в Японии уснуть за столом во время совещания не считается дурным тоном. Перерывы на дневной сон для работников предусмотрены законодательно. В большинстве стран Южной Европы предусмотрен перерыв в течение дня с полудня до 3 часов. Время, которое, например, в Испании называют сиестой, особенно не любят туристы, потому что в этот период все рынки, магазины, кафе закрыты. Самая короткая рабочая неделя в Нидерландах. Жители этой страны трудятся по 6-7 часов в день. На любопытное нововведение пошли в Швеции. Специалистам некоторых учреждений разрешили трудиться всего по 6 часов в день. Медики убеждены, это благотворно влияет на самочувствие работников и на производительность труда. Однако многие наниматели утверждают, что эксперимент обходится им слишком дорого. Как вы относитесь к эксперименту шведскому? Может быть, и в Беларуси можно перейти на 6-часовой рабочий день? Хотя я знаю, что на некоторых предприятиях так и есть. Сегодня, к сожалению, мы не можем перейти, потому что наша производительность требует, чтобы нахождение на работе составляло минимум 8 часов. Для того, чтобы республика смогла производить определенный валовый продукт, чтобы его можно было реализовывать, нам сегодня необходимо такое время. Негативно отношусь в том плане, чтобы у нас провести такой эксперимент, потому что, зная, как на практике это все у нас происходит, может случиться так, что человеку будут и платить за 6 часов. И, соответственно, его доходная часть снизится. Ну и нас, белорусов, и, наверное, не только нас, а вообще всех славян, часто критикуют, что мы не умеем рационально распоряжаться своим рабочим временем. Чаи гоняем, наперекуры бегаем без конца. Вот как вы думаете, критика это объективна? Я не думаю, что это везде и повсеместно. Если взять, мы смотрим, вспоминаем фильмы «Служебный роман», где приходят на работу, там подкрашиваются. Сегодня зависит от коллектива. Я так думаю, что на производстве коллективу некогда этим заниматься. Если работник выполняет свою трудовую функцию, у него есть результат работы, и осталось время для чая, ничего страшного, пусть попьет чай, он отдохнет. Отдохнувший человек делает работу в будущем быстрее и качественнее. Спасибо большое вам за этот открытый разговор. Я напомню, что на вопросы наши программы отвечали. Финансовый директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей Анатолий Гольдберг и главный правовой инспектор труда Минской областной профсоюзной организации работников агропромышленного комплекса Кирилл Азаренко. Есть что сказать некому слушать? Значит, вам по этому адресу. Присылайте свои видео-вопросы, звоните по телефону горячей линии СТВ, и, возможно, именно вы станете героем нашей следующей программы. Рабочие моменты бывают разные, и как найти тот самый компромисс? Может, о проблемах? Говорить открыто. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова